МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Истец Дмитрий Кучин подает иск о принуждении ответчика к продаже доли в квартире. Ответчик Нина Рубцова иск не признает и считает, что у нее есть полное право занимать данную жилплощадь. Здравствуйте. Прошу садиться. Слушание, дело открыто. В чем ваши требования? Ваша честь, я, Кучин Дмитрий Сергеевич, подаю иск о принуждении к продаже ответчицы доли в квартире. Суть дела я могу изложить. Изложите. Значит, все случилось достаточно давно. У нас возник с ответчицей Роман. Мне было 18, она была лет на 10 меня старше. Начали мы встречаться, но не могли фактически зарегистрировать наши взаимоотношения, поскольку ответчица была на тот момент замужем. И тогда, значит, я принял решение привезти ее в родительскую квартиру, поскольку, ну, 18 лет, так сказать, совершеннолетие уже наступило, я считал, что я на это имел право. Я это сделал, но мои родственники, мои родители, мать с отцом и сестра воспротивились резко появлению ее. Да твоя мать была готова у меня со свету жить. Да ладно. И, в общем, там даже доходило до милиции, сестра милицию вызывала, чтобы ее выселить. И я обратился к юристу, и он мне посоветовал, так сказать, совершить акт дарения, то есть подарить часть из своей доли ответчицы. Договор дарения у меня с собой, то есть я готов его предоставить. А к тому времени вы в какой доле обладали в этой квартире-то? Обладал, ну, общая площадь 56 квадратных метров, моя доля была где-то 14. 14 квадратных метров. Вот такая вот сумма где-то была. Ну, понимаете ли, в чем дело? Понятно, что 2 квадратных метра, это звучит, в общем-то, смешно, но эта цифра, она была необходима для фактического просто прописка. Вот такого вот жматяра. Ну, не надо вот говорить. Я специально это сделал, чтобы тебя прописать, любимую программу. А вы хотели бы, чтобы из 14 метров 7? Ну, конечно. Или лучше 8? Ну, конечно, это было бы лучше. Ну, конечно, чем больше, тем лучше, понятно. Значит, я совершил акт дарения, если можно так выразиться, договор дарения у меня с собой, я готов его предоставить в суду. Предоставьте. Пожалуйста. Значит, это договор дарения. Спасибо. И теперь она уже... имела право проживать на, так сказать, в квартире уже как законная владелица. Понятно. Начали мы проживание совместное, но прожили, не прожили даже полугода, рассорились, в общем, ну, всякие перипетии. И она уехала... Мамаша у меня твоя выжила. Да ладно, мамаша. Она, в общем, она съехала, она с муженьком своему опять помирилась и уехала благополучно. В общем, прошло достаточное количество времени. Наши дороги, так сказать, разошлись, потерялись. Я женился, у меня ребенок родился, сестра съехала, замуж вышла. Нас осталось четверо в квартире. Я, моя мать и моя жена, и мой ребенок. И, значит, проходит тоже какое-то количество времени. Я иду, как говорится, в почтовый ящик, лезу за платежками. Иду, значит, проверить квартирные платежи и нахожу платежку вместо четырех человек нас, платежку на шестерых. Представляете? Мне стало интересно. А кто еще? Ну, одна личность, это ответчика, еще кто? Мы отправили на проверку, так сказать, мы решили все-таки это как-то проверить. Может быть, ну, ошибки бывают стандартные в ЖЭКе всегда. И оказалось, что ответчица прописалась сама, без нашего ведома, так сказать. Ну, она, в общем-то, имела на это право. Правильно, я имела право. Конечно, конечно. А я это не отрицаю. Она прописалась на жилплощади, еще прописала своего ребенка, которого она родила. Ну, осталось шесть человек, понимаете, ну, все было бы хорошо, но она при этом носа-то не казала, и коммунальные платежи, почему-то мы должны платить за нее, за ее ребенка, извините, с какой стати. Значит, проходит еще месяц, проходит месяц, опять иду я за платежками, и нахожу вместо платежки на шестерых, как она была, платежку на семерых. Еще родила? Еще один. Так при этом, вы понимаете, никак с ней не связаться, никак не найти ее, никак не выйти на нее. Я встретилась с твоей мамочкой. Да ладно. Значит, удалось с ней все-таки встретиться, удалось с ней встретиться, и она, значит, нас обрадовала, что она хочет еще одного родить и еще к нам сюда прописать. То есть вот так весело. Нет, так, значит, самое-то главное, вы понимаете, ну, с какой стати, простите, мы платить должны за нее и за ее детей. Мы все понимаем. Ну, и в итоге, значит, обратились мы опять к юристу, и он нам сказал, что мы имеем право как законные владельцы выкупить у нее свою долю. В смысле, то, что мы ей продали, мы имеем право выкупить. Мы неоднократно уже обращались на эту тему, значит, к ответчице. Неоднократно мы уже обращались, но она ни на какие... Другими словами, вы хотите выкупить эти два метра для того, чтобы ответчице негде было зарегистрироваться ни самой, ни ее детям. Ваша честь, она обязана нам эти метры продать, потому что терпеть ее и ее детей мы просто не хотим. У нас нет такого желания. Платить тем более, тем более нет такого желания. Я понял вас. Ваши требования ясны суду. Слушаю. Ваша честь, после того, как я рассталась с Дмитрием, я вернулась к своему мужу и несколько лет прожила с ним, не вспоминая про эти два квадратных метра. Но потом, когда я развелась с мужем и оказалась на улице, я вынуждена была снимать квартиру. И когда у меня родился ребенок, у меня не оставалось никакого другого выхода, как только прописаться самой и прописать своего ребенка. Вы замужем сейчас? Сейчас нет. Я сейчас нет. Я развелась с мужем и оказалась на улице без прописки. Поэтому я это все сделала от безвыходности. У меня нет другого выхода. Потому что, если я выпишусь из этой квартиры, взяв их деньги, не взяв их деньги, это не важно. Я остаюсь бомжом, мои дети будут бомжевать. Понимаете? А я за своих детей глотку перегрызу любому. У меня не будет детского садика, у меня не будет социальных выплат, у меня не будет медицинского обслуживания. Да я где буду рожать на улице? Какая овечка ты бедная. У меня просто это единственный, единственный вообще способ как-то нормально жить. И чтобы мои дети были прописаны, и нормальные граждане своей страны, это вот только вот наличие этой прописки. Причем я не претендую на проживание там. Я могу пойти, поставить кушетку и на двух этих метрах жить. Это похоже, что получение этих двух квадратных метров была спланированная акция, да? Так, Ваша честь, я когда проживала с Дмитрием, я еще не планировала иметь детей. У меня и мысли таких. Во-первых, я не думаю, что... А как же вы, как же вот объясните мне, я, конечно, не хочу влезать в вашу личную жизнь, но детей нужно воспитывать, тратить деньги на образование, там, на детские сады сначала. А вы не замужем, дохода у вас, как вы говорите, особого нет. Нет, я работаю, но сейчас я в декретном опыте. А отец-то один или разные? Два разных отца. А третий? Третий и третий. У третьего третий. Да, у меня у всех детей три разных отца. А что сделать, если мужики такие козлы? Они могут заделать ребенка, а как отвечать, так все в кусты. Нашла крайних, виновата. И ты, молчи, тоже женился, ребенка себе завел. Можно я еще скажу? Вы знаете, вот насчет контактов, что я не иду с ними на контакт. Я ходила когда в ДЭС, я встретилась с его мамочкой, вот этой вот пираньей натуральной. И вы знаете, что она устроила? Она прям в жейке, она прям в жейке на меня накинулась. Она меня дергала. Кого оскорбили-то? Пиранью? Она мою мать назвала пиранью. Она меня дергала за волосы, она мне сломала руку. Ага. Она мне сломала руку. Вы представляете, я беременная. Она меня там разбивала. Это просто бесстыдная ложь. После этого я сразу обратилась на медицинское свидетельство. У меня вот видите, правда есть. Не имеет отношения к делу. Ну, я просто, чтобы вы знали, что это там за мамаша. Я прошу вас вызвать свидетеля, в качестве свидетеля, мою мать Кучину Веру Михайловну. Она, я так думаю, прояснит всю ситуацию, произошедшую, от которой вот сейчас вот это... Сейчас мы это сделаем. У меня к вам еще вопрос. Но все-таки эти мужчины-то признали отцовство или нет? Нет. Нет. Нет, поэтому я, да, я одна. Я полностью... А где вы сейчас живете? Я снимаю квартиру. На какие деньги вы живете? Так я работаю. Ну, то есть сейчас я в декретном отпуске, но я получаю все равно деньги за двух детей. И вот за этого третьего я тоже получила деньги перед уходом декретного. То есть вы существуете на пособие для детей? Ну, вообще-то я сама работаю, да. Но на данный момент я никак не могу им платить. Но, понимаете, я же там и не живу. И я... Приглашайте свидетелей СЦА мне. Свидетелей СЦА, пойдите. Здравствуйте, Мамочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша честь, я Кучина Вера Михайловна. Вы знаете, эта женщина совратила моего сына. Что значит совратила? Он за мной ухаживал. Вера Михайловна, это не имеет отношения. Вы знаете... Ответчица зарегистрирована на площади, которая принадлежит ей направить собственность. Ваша честь. Что делать с этими метрами? Смотрите. Мы ей предлагаем деньги. Сколько? 9 тысяч долларов предлагаем. Деньги в размере 9 тысяч долларов США у нас с тобой. Эти деньги мы собирали несколько лет буквально. Вот тебе, вот. Передайте, пожалуйста. Передайте суду, пожалуйста. Идите сюда. Ваша честь. Да, сами, сами, сами идите. Пожалуйста. Сами идите. Ну-ка. 9 тысяч долларов США. 9 тысяч долларов США. Не нужны эти деньги. Вы понимаете, я не продаю своих детей и себя за эти 9 тысяч долларов. Я не собираюсь стать бомжом и рожать бомжару. 9 тысяч долларов передают вам. Да. Вы согласны их взять? Нет, Ваша честь. Ни в коем случае. Вы понимаете, тогда я останусь бомжом. Заберите деньги. Я не буду иметь права ни на детские садики, ни на медицинское обслуживание. Вот пусть дадут мне 100 тысяч долларов, и я на них куплю квартиру. Тогда я съеду. Ваша честь, мы согласны, в общем-то, в этом плане на любую сумму. Это будут достаточно дорогие в истории нашей страны 2 квадратных метра. Мы же не хотим. Может быть, даже рекорд установите. Ваша честь, как говорится по-русски, не до жиру, будь бы жил. И так вы согласны заплатить 100 тысяч долларов? Да, это порядка 3 миллионов рублей. Это сумма. У нас нет таких денег. Мы соберем. Нет, мы такие деньги не соберем. Давай от этой твари, наконец-то. Мы не соберем этих денег. Мы будем... Я не знаю, сколько вам копить. Мы не соберем. Мы согласны. Не соберем. Но дело мы найдем. У нас есть дополнительный капитал. У нас есть дополнительный заработок. Мы готовы. Мы соберем эти деньги. Но главное, нам от нее избавиться. Ваша честь. Прекрасно. Тогда давайте заключайте мировое соглашение. И все. И закончим спор на этом. Ни в коем случае. Что ты делаешь? Ты тогда ее вот на эти 2 метра ее прописал. Мы теперь не можем избавиться. Отдумайся. Прекрати, пожалуйста. Ваша честь. Я прошу. Прекратите это безобразие. У меня сердце сейчас просто не вылежит. Мы хотели бы решить этот вопрос в нашу пользу. Если это возможно, подскажите нам, как. Мы пришли у суда защиты просить. Суд разбирает спор, а не дает советов. Суду запрещено давать советы. Я не являюсь участником спора на вашей стороне. Да, давай 100 тысяч. О чем вы говорите? Мы на эти деньги. Дим, ты настоящий мужчина. А что ты предлагаешь? Чтобы она к нам прописалась и осталась у нас. Мы купим новую квартиру. Я понимаю, я дурак, Ваша честь. Я признаюсь сейчас здесь перед судом. Я это сделаю. Она на этих 2 метрах. Она с нами не живет. Мы купим новую квартиру. Я к вам перееду. Тогда пусть оплачивает квартиру свою. Суд удаляется для принятия решения. Как вы сказали, пусть оплачивает? Пусть оплачивает. Хорошо. Оглашается решение суда. Я напоминаю вам требования жилищного кодекса, что члены семьи собственника, бывшие члены семьи собственника, имеют право быть выселены из квартиры без предоставления другого жилья. Но только в том случае, если все обстоятельства учтены. Так вот, в данном случае обстоятельства свидетельствуют о том, что Ваша бывшая жена не имеет жилья, о том, что дети Вашей бывшей жены, детей, извините, жилья также не имеют, и шансов получить в ближайшее время жилье или выкупить его тоже нет. Поэтому, учитывая, что деваться Вашей бывшей жене некуда, учитывая, что Вы сами добровольно приняли решение о подарке, который теперь пытаетесь отменить, я считаю, что оснований для удовлетворения Ваших требований не имеется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА